Девушки отдыхают Что бы ни случилось, не принимай близко к сердцу. Иеромонах Серафим Роуз В конце 60-х годов 20-го века в Калифорнии, неподалеку от маленького городка Платина, куда раньше устремлялись золотоискатели, американец Юджин Роуз основал православный монастырь. Из развалившихся хижин первопроходцев мирян выросли кельи первопроходцев монахов. Эта обитель действует до сих пор. Тут находятся все монастырские кельи. У каждой кельи есть свое имя. Кельи отца Серафима называются Оптина. Здесь, в этой грубо сколоченной кельи, на печатной машинке, при свечах, иеромонах Серафим Роуз написал книги, которые сделали его известным во всем мире. И прежде всего, в далекой России. Это стол, за которым он писал свои книги. У него здесь стояла маленькая печатная машинка. В этом углу он молился. А здесь его чемодан, на котором вы можете прочитать Юджин Роуз, Сан-Франциско. Человек, который сознательно пришел к православию и отказался, и очень критически воспринимал тот окружающий мир, который для многих наших соотечественников в то время был чем-то таким, стал чем-то вроде земного рая. И кто-то, кто имеет такие чувства в его сердце, для него это довольно натурально, чтобы ждать, что скоро выйдет. Этот господин из Сан-Франциско, Юджин Роуз, ставший православным монахом и священником, смог прожить свою короткую жизнь по канонам древнерусского иночества и открыл красоту православия многим тысячам американцев. Юджин Роуз родился в калифорнийском Сан-Диего в разгар Великой депрессии, в семье разорившегося лавочника. Окончил школу первым учеником и поступил в колледж. Он был видным юношей, двухметровым голубоглазым красавцем, но держался очень скромно. Уже тогда всего себя он посвятил поиску истины. Его долгий путь начался с отрицания христианства. Как рассказывает, он бунтовал против такой как бы несильной, недействованного протестантского толка христианства в Средней Америке. Но при этом он чувствовал, что это все не то. Это не изменишь мир. Поступив в Академию востоковедения в Сан-Франциско, Юджин Роуз быстро сошелся с первыми интеллектуалами и богемой города. Тогда, в конце 50-х, только зарождалось движение хиппи. Бунтарство, отказ от христианских и буржуазных ценностей, вседозволенность. Все это привлекало и Юджина. Когда переехал в Сан-Франциско учиться, потому что этот город называется такой Сенсири, то есть греховный город, такой Содом и Гамора. И даже тогда учиться, как раз он попал туда в эти годы. Поздно 50-х, рано 60-х. И это самый рассвет всякого греховного в городе Сан-Франциско. Я думаю, что они, наверное, все перепробовали, что можно перепробовать. Нигилизм и отказ от моральных принципов Роуз сочетал с увлечением восточной философией и дзен-буддизмом. Он стал изучать китайскую философию, древние тексты, буддизм. Он искал в этих книгах ответа, но не получил его. Так у него началась полоса великого отчаяния. Он стал искушать Господа. Он был готов проклясть его. Он был очень пылок в своем поиске истины. Чтобы в совершенстве овладеть китайской философией, после немецкого и французского языка, Роуз с легкостью выучил древнекитайский. Когда он что-то принимал, он принимал на 150%. Ему недостаточно было дилетантизма. Чтобы просто прочитать, дал речень и сидеть там мюдитировать, ему надо было выучить древнекитайский язык. Он верил, что если будешь буддистом, изучать буддизм, то это недостаточно читать какие-то вторые источники на английском языке. Поэтому надо было выучить древнекитайский. «Раз ты интересуешься Востоком, тебе нужно познакомиться и с восточным христианством», сказал однажды Юджину приятель и привел его в русскую церковь в Сан-Франциско. Но настоящим переворотом для него стала встреча с выпускником Джорданвильской православной семинарии Глебом Подмашенским. Потомок русских эмигрантов, миссионер-одиночка, ездил по всей Америке и показывал слайд-шоу с лекциями о русском православии. Он в то время возгорел желанием заниматься миссионерством. То есть не только с русскими, он ездил по приходам, какие-то слайд-шоу показал, лекции читал, но еще и американцам. Однажды Глеб пришел домой к Юджину Роузу с диапроектором, с порога спросил, где розетка, и начал показывать слайды с фотографиями святых мест. Так познакомились два будущих подвижника американского православия. Отец Герман ездил по Америке, показывал слайды, связанные с святыми местами и прочее. Есть этот рассказ, когда отец Серафим, тогда Юджин Роуз увидел первый раз демонстрировать слайды, он сказал, какое откровение, где он открылся новый мир, связанный и в том числе с историей русского православия. Мы живем в благодатных условиях мира и свободы. Это опасно для нас. Вокруг нас сокровище святого православия. А мы с чувством полного удовлетворения остаемся совершенно бесплодными. В 1962 году в неделю о блудном сыне в Русском соборе Сан-Франциско Юджин Роуз принял православие. Его духовным наставником стал святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Выучив церковнославянский язык, вскоре Роуз стал единственным чтецом в соборе и ежедневно пел на клиросе. Его чтение было удивительное, что он очень чисто, хорошо читал на церковнославянском. Он читал в храме и пел полностью, в единственном числе. То есть он был и хор, и певец, и чтец. Теперь Юджину хотелось обратить в свою веру как можно больше соотечественников. Вместе с Глебом Подмашенским они открыли магазинчик неподалеку от храма, где стали продавать книги о православии на английском языке. Это был всего лишь маленький книжный магазин. Кто-то как-то сказал, что зайдя туда, почувствовал смесь запахов чернил и русского борща, который приносили русские прихожанки. Люди приходили, делали заказы, и каждый раз, когда они покидали магазин, отец Серафим молился перед иконой, которая висела над выходом, об этом человеке, веря, что Господь прольет на него свет. Но вскоре стало понятно, что в Америке издается очень мало литературы о восточном христианстве. И тогда Юджин Роуз решил выпускать собственный миссионерский журнал «Православное слово». Где-то разыскал и купил за 200 долларов старый печатный станок, и на нем вручную стал набирать тексты. Первые выпуски были напечатаны на ручном станке, и отец Серафим ставил каждую букву, доставая ее из коробки. Это был тяжелый труд, труд во имя любви, который они исполняли с большим усердием. Журнал знакомил американцев с первоисточниками православной веры. В первый год продавалось около 500 экземпляров каждого номера. Через несколько лет тираж вырос до трех тысяч. Важно, что их миссия была обращена, как бы мы сказали сегодня, к широкой аудитории. Она была обращена к американцам. Это тоже был такой поворот в жизни русской православной церкви за границей, которая во многом, конечно, сохраняла традиции, и окормляла в первую очередь эмигрантов, детей и так далее. Но и миссионерства этим двум американцам оказалось недостаточно. Им хотелось подвижничества. Жить, как древние пустынники по заветам Святой Руси – вот к чему стремились Юджин Роуз и Глеб Подмашенский. Они стали искать подходящий и, главное, недорогой участок земли в Калифорнии. И вскоре нашли идеальное место. Неподалеку от городка Платина на 60 жителей, на поросшей лесом высокой горе, в глуши, где жили только дикие звери. И друзья взялись за обустройство скита. В второй половине 20 века в Америке два человека основали монастырь и пытались жить по таким уставам, по которым давно уже никто нигде не живет, как древние монахи, без электричества, без водопровода. Обходиться без электричества, водопровода, телефона и прочих благ цивилизации братья решили намеренно, чтобы ощутить все тяготы пустынной жизни. Они построили два домика из досок. Один для себя, другой для печатного станка. Вот это та самая типография. К сожалению, он сейчас не работает, не хватает каких-то деталей. Этот станок был освящен в Сан-Франциско Иоанном Шанхайским. Они построили эту келью вокруг него. Они сделали пол, поставили на него станок и потом достроили весь дом вокруг него. 27 октября 1970 года Юджин принял монашеский постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. А его друг Глеб стал монахом Германом в честь преподобного Германа Аляскинского. И его прошлое, и все, что было в миру, он оставил совершенно. Он вообще не оглядывался. Только она сказала, что это был настоящий монах, который шел, смотрел только вперед. Первые годы братья, состоявшие из двух человек, пришлось очень тяжело. Почти все время отнимала борьба за выживание. На монастырском участке не было даже воды, ни ручейка, ни ключа. Люди в Сан-Франциско собирали деньги, чтобы отдать монастырю на воду. Они пришли и стали бурить. А это очень дорогостоящая процедура. Они продолжали бурить. Все еще ничего. А каждый фуд в глубину требовал денег. Наконец они испугались, побежали в церковь и совершили обряд панихиды по святому Иоанну, который тогда еще не был канонизирован. И вдруг они услышали крик «Получилось!» И вода стала бить из земли. Когда настало время расплачиваться, оказалось, что нужна была четко та сумма денег, которая и была собрана. Не хватало всего нескольких копеек. Монах Николас живет в монастыре в Платине уже не один десяток лет. И он помнит, какими титаническими усилиями здесь возводился храм. Мое первое послушание в этом монастыре – плотник. Я построил эту церковь без электричества. Все было сделано моими руками. У нас настолько не хватало денег, что не могли купить штукатурку, и нам приходилось делать ее самим. Огромный физический труд был вложен в эту постройку. Братья постепенно пополнялись новыми подвижниками. Кельи монахи строили из развалившихся временок золотоискателей, что стояли в соседнем городке. В нескольких метрах от своей кельи отец Серафим прибил к дереву колокольчик. Когда люди приходили к нему, вон там расположена его келья, они звонили в колокольчик и очень громко читали молитву Христу. Если он отвечал «Аминь», то можно было зайти внутрь. Это была своеобразная граница. Вот это келья отца Серафима. Эти перилы современные, их не было изначально, как и ступенек. Мы построили ступени, так как паломники, особенно женщины, скользили здесь. Келья оригинальная, он сам ее построил. У них не было денег, поэтому они помогали разбирать старые дома в городе Платина, забирали эти доски и из них строили кельи. Келья отца Серафима из старых необструганных досок больше похожа на дачный сарай, чем на жилище. Я помню, однажды была очень холодная зима, я остался в этой келье и затопил печь. Стало тепло. Когда я проснулся утром, стакан со святой водой превратился в лед. А он так жил 14 лет. Если вы посмотрите, то увидите трещины повсюду, в которые проникает ветер. Здесь очень холодно зимой. В этой открытой всем ветрам лачуги иеромонах Серафим Роуз написал книги, которые разошлись многотысячными тиражами и были переведены на многие языки мира. Его труд «Православие и религия будущего» стал уникальным исследованием духовных течений 20 века с их анализом с точки зрения святоотеческой традиции. И это всякие НЛО, и какие-то опыты через наркотики, какое-то знакомство с каким-то древним гиром, через ЛСД или еще что-то. Просто это было его время. Это его, это все вокруг было. Но он просто хотел как-то писать такую книгу, чтобы только и люди обрабатывали. При жизни отца Серафима братство выпустило 40 книг и на английском, и на русском. И из них «Православие и религия будущего» стало самой читаемой. В Советском Союзе за железным занавесом книгу переводили и перепечатывали нелегально. Популярной у нас стала и другая книга Роуза – «Душа после смерти». И вот когда в 90-е годы все было открыто, и хлынули разные совершенно вещи, я помню, как продавалась там Блавацкая, и даже кто-то умудрялся засчитываться и так далее. И в том числе и подобные вещи тоже появились. То, конечно, человеку нужны были какие-то точки опоры, человеку, стремившемуся быть христианином, стать христианином. И в этом смысле книга отца Серафима стала одним из таких важных моментов для понимания того, как относиться к этому. Кроме работы над книгами и статьями, отец Серафим занимался еще и переводами для журнала. Причем переводил он нередко прямо с листа. На трапезе, когда монашеская трапеза происходит, то принято что-то читать. Ну, то же, что я святые, кто кидал в душу полезные поучения, кто чего. Отец Серафим брал русскую книжку и читал ее, грубо говоря, по-английски. То есть переводил, сходу переводил с русского текста в английский язык, так, чтобы люди могли это слушать и понимать. Аскетическую жизнь иеромонах Серафим продолжал вести до последних дней. Свои потребности сократил до минимума. И даже само слово «удовольствие» было ему не по душе. Когда отцу Серафиму надо было идти куда-либо читать лекции, он обычно умывался. Но чтобы просто принять душ, этого он не делал на протяжении 14 лет. Как только он сюда пришел, он перестал это делать. Ему было все равно, что есть. Над ним даже подшутили однажды. Был какой-то большой праздник, и кто-то принес, купил мороженое. И они положили его на все тарелки, кроме его. Ему положили картошки. Он увидел, что произошло. И он съел картошку так, как будто ел мороженое. Для него не было никакой разницы. О монастыре в Платине вскоре заговорили в самых разных христианских сообществах. Сюда стали приезжать паломники и туристы. И некоторые из них даже приняли православие. Как, например, Кэролайн Рис, теперь монахиня Корнилия. И они просто читали лекции целыми днями. Я вот как раз... Это было мое первое... Первое... Как бы... Столкновение с этим монастырем было как раз на этой лекции. Я меня пригласила туда. И я после лекции, я тоже решила креститься. Потому что они на английском языке так грамотно все объяснили. В последние годы отец Серафим стал проповедником православия сердца. Он больше не спорил и не полемизировал, как раньше, ни с модернистами от церкви, ни с экуминистами, считая, что гораздо важнее, чтобы не охладевала любовь. Он придавал особенное значение православию сердца. Отец Серафим говорил, мы должны мариноваться в православии. Сердце и есть то, что нужно развивать. Будучи ровесником своего сподвижника, отца Германа Подмашенского, яромонах Серафим выглядел чуть ли не вдвое старше него. У Роуза было слабое здоровье, работала всего одна почка. Но трудился он и в огороде, и у печатного станка, не зная усталости и повторяя, уже позже, чем вы думаете. Поэтому спешите творить дело Божие. У отца Серафима была такая глубина целостности, такая целеустремленность, что он всегда на сто процентов шел по пути служения Господу. Он хотел сделать все, чтобы на все сто процентов помочь людям найти путь к Богу. Россия для отца Серафима была духовной родиной, хотя он никогда не бывал по эту сторону железного занавеса. Отношение было, естественно, самое трепетное и возвышенное. И оно, кстати сказать, передалось всем тем людям, которые потом создали братство Германа Аляскинского и вышли из этого братства. Потому что даже когда я в 90-е годы там оказался и встретился с членами этого братства, представителями общины, то я почувствовал, знаете, ты приехал из России, его, это как будто сразу на тебя смотрели, как чуть ли не на прямого наследника преподобного Серафима, который вот где-то рядом с ним находится. Он понял, что Россия как раз распинается. То есть это, он это воспринимал как настоящая религия, это настоящее христианство, что они переживут в России. А в Америке какой-то там бизмилэн, да, это фан, забава такая, чтобы жизнь была комфортной. То есть христианство у американцев должно быть комфортной. То есть по идее, да, хорошо, мы знаем, что крест и так далее, но чтобы самим это переживать, это трудно, да. Земной путь иеромонаха Серафима Роуза прервался очень рано и неожиданно, когда ему было всего 48 лет, в 1982 году. Он упокоился на территории монастыря, который когда-то основал. Поклониться его могиле в Платину и сегодня едут христиане со всех концов мира. А необыкновенная жизнь отца Серафима до сих пор вдохновляет на подвиги веры молодых американцев, таких как монах Моузес. Я ехал пьяный за рулем, и меня задержала полиция. Я оказался в тюрьме. Там я начал читать Библию, так как не хотел ни с кем заводить знакомство. Моим сокамерником оказался православный грек, он помогал мне понять Библию. Он также давал мне разные книги, и среди них была книга Серафима Роуза «Православие и религия будущего». Я был поражен этой смесью любви и ума у отца Серафима Роуза, которые редко встретишь у обычных людей. Целью своего творчества отец Серафим всегда называл сохранение настоящего благоухания православия. И в конце концов стяжал славу одного из самых ярких духовных писателей 20 века. А его служение и миссия стали уникальным примером бескомпромиссного подвижничества в современном мире. Но вот этот удивительный путь американца, в каком смысле типичного американца, для того времени, путь в православие, путь ко Христу, это, конечно, очень серьезное такое свидетельство о христианской жизни в 20 веке и о миссии, какой она может быть и какой она была в Америке, но о миссии и о миссии всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok